Полина с двоюродными сестрами, маленькая плачет, боится Коршуна. Опять кого-то цапнул за голову. А вчера с консьержа, вот вчера с консьержа шапку снял, кепку. У Людмилы записаны все ходы. Каждый раз, когда Коршун нападает на жителей дома, консьерж уносит запись в книгу. Вот видите, летит, летит. Камень какой-то он ему сбросил. Уже второй месяц птица держит в тонусе жителей дома на Малахова, 79. Проделки Коршуна не хулиганство, а типичное поведение хищника, который защищает свое потомство. Вот только теперь нужно защищать и людей, которые стали носить головные уборы и капюшоны, чтобы спастись от огромных когтей. Когда она меня ударила, шла я, выбросила мусор, она меня ударила в голову, я упала на колени. Потом часа два у меня легкий такой шторм внутри у меня был. Поцарапал он моего друга, тоже такой мелкий человек, ну, мальчик-то, тоже ему лет 10. У него вот такой тут шрам остался, получается. Меня он пытался тоже поцарапать, но меня кепка спасла. На вас один раз нападало? Ну, у меня один, два захода было, я от второго вернулся. Ну, она летает, летает, потом пикируете на вас, цепляет вас, там уже царапает или просто ударит. Он сзади подлетел, и папе на голову, у него потом голова немножко еще болела. У меня даже сестра теперь плачет, боится сюда приходить. Вот, нам теперь даже выходить, мы гуляем теперь даже не тут, в другом месте. Местные рассказали, что Коршуна прикормил мужчина из соседней пятиэтажки. Коршун понял, что здесь хорошая кормовая база и завел семью. Теперь два дома воюют. Жители пятиэтажки боятся, что деревья на их территории срубят. А все потому, что именно там находится гнездо Коршуна. Давайте произведем обследование, соберем все документы, обратимся в органы. Они примут решение, оповестят соседний дом, и мы с этим согласимся. Но в рамках закона не надо никого убивать. Первое заявление было в Министерство природных ресурсов. Ответ пришел, что мы этим не занимаемся. Заявление наше было ниже спущено в администрацию Ленинского района. На то, что тоже пришел ответ, что мы держим на контроле и будем ситуацию решать. И вот сообщили, что в начале недели приедет вышка. Будем решать этот вопрос. По нашей информации, сегодня днем на место выезжал специалист администрации Ленинского района, а также представитель Краевого министерства природы. Экспертам придется решать, что делать с гнездом. Как вариант разрушить гнездо, когда птицы покинут родной дом. А пока местные жители продолжают с опаской смотреть на небо. Коршун продолжает держать всех в страхе. Мы будем следить за этой историей. Тут нет живодеров, тут нет каких-то там ужасных, страшных людей и все такое. Но птица агрессивная. И извините, мы тоже тут матери и отцы. И это наши дети, и мы будем защищать их всеми доступными нами средствами. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День Столка.